Заведующий, может, себе такое позволить до сих пор, там, тупые, там, тупые, ну, это нормально у нас. Она говорила, что всех уволят, что все, кто ходили к заведующему в этот день, всех, кто заходил в кабинет и жаловался на Ольгу Владимировну, Надежда Валерьевна кричала, сказала, что она больше там работать не будет, что это решено, что вопрос двух недель, и что их там не будет больше никого, и что они в Сургуте на работу больше нигде не устроятся. Приходили домой поспать и снова приходили на работу. Пойдешь, помоешься и пойдешь. Достаточно жесткий руководитель, бескомпромиссный. Мы все очень сильно боялись ее. Все со страхом ходили на работу, писали объяснительное, могли там решить баллы. Ну, она могла повышать голос на пленюках, конечно, да. Ну, это было часто. Там всегда отмывка напряженная достаточно. Ольга Владимировна никак не идет на уступки. Психологическое давление моральное такое очень угрожало доктору. Будет плохо. Все ведь были недовольны. Конечно, были несогласны. Работа физически очень тяжелая. Вертушка. Все были чем-то недовольны. И ребенка пятилетнего было не с кем оставлять. Ольга Владимировна предложила ей оставлять в своем кабинете ребенка. Ну, ночью. Чтобы ребенок там ночевал. Подошла Эйжан в слезах. И вот Эйжан плакала, говорила, что ей не с кем оставлять дочку. Такая ситуация напряженная. И за работу у нее в семье дома тоже сложилась. Угрожает уголовной ответственностью. Подавленной расстроенной. Была в очень подавленном состоянии. Чтобы они за меня отработали, я отдавала им наличные деньги. Сказывалась на зарплате. Проработала за двоих, получила на 10 тысяч больше. Пытались несколько лет назад писать эту жалобу, но ничего это не изменило все равно. Да, изначально поддержали. Да, мы тебя поддержим. Давай, друзья в руководстве там. Начали искать виноватого. Починщика того, кто подал эту жалобу. Я думаю, что коллектив, скорее всего, и, скорее всего, не струсили. Пожалуй, наверное, не выдержала. Ну, да все. Починщика того, кто подал эту жалобу. Показано. Гражданство ваше. Место работы и занятий? Боевую Сарковская городская клиническая больница. Должность? Санитарка. Образование. Семейное положение. Судебность имеется? Подразумеваю, так же, в вашей части установленного вопроса. Разъясняю вам ваши права и обязанности в судебном заселении. Итак, вам ваши права и обязанности понятны? Да, понятны. Оскажите, пожалуйста, знаете ли вы подсудимую Муфичуку Владимировну и потерпевшего Ташмагенбитера, пожалуйста, Радика Южа Сентоновича? Да, Ольгу Владимировну я знаю, она была непосредственно моим руководителем несколько лет. Радика я узнала уже после смерти Айжа. Скажите, пожалуйста, с указанными лицами и взрослыми отношениями вы состоите? Нет. Неприязненные отношения и нет? Нет. И нет. В таком случае я предупреждаю вас, что за удачу, за это можно указание, вы затратите, а за удачу и показания свидетельствует ответственность в соответствии с статьями и в соответствии с статьями, в соответствии с статьями Российской Федерацией. Удобная ответственность вам понятна? Да, конечно. Будьте добры, запомните, пожалуйста, подписку в ваших имени и молодости и подписку. Благодарю. Так, подписка, которая, председательная группа, у вас была. Саша, в каком времени? Я сейчас нахожусь в декретном выпуске по уходу за ребенком, но вот нейрохирургическая реанимация, а теперь РАУ-2. В какой период? Получается, я перевелась туда, наверное, в семнадцатом году. И когда уже выиграет? В девятнадцатом. В восемнадцатом ушла в декрет, в девятнадцатом вышла, в двадцатом снова ушла. В двадцатом году работала? Да, работала еще. В двадцатом работала еще? Да, еще работала. Скажите, вы говорите, вам извлечуха была непосредственно вашим учебникам? Да. А как можете ее определить, как руководителя, как человек? Как вы говорите, она очень требовательная, не снисходительная, достаточно жесткий руководитель, она бескомпромиссная, на уступки никогда не идет к сотрудникам. Мы все очень сильно боялись ее в свое время. Просто все со страхом ходили на работу, потому что она очень требовательный человек и не допускает никаких снисхождений, никаких у нее таких дружеских отношений в коллективе, с коллективом нет. Ну, сравнивая, допустим, я работала в отделении в травматологии, в другом отделении, в СНЭФ, тоже там была старшая медицинская сестра нашего отделения, рентген-отделения. То есть у нас были такие отношения, как к старшему товарищу, мы всегда к ней могли обратиться за помощью, там с графиком, даже какие-то финансовые проблемы. Она помогала еще здесь, даже близко не было. Вот такой. Ну, оказывается, кто-то боялся, кто-то из-за чего? Ну, такой вот могли нас, мы так предписали объяснительное, на регулярной основе могли там решить баллов, соответственно, ну, сказывалось на зарплате. Скажите. Финансовая составляющая, все боятся, тем более на зарплаты, они большие. Ну, проблемы были, получается, больше в таком финансовом. Да, конечно. Скажите, допускала, в отличие от каких-то грубых высказываний, оскорблении сотрудников, о какой-то унижение у нас участие до сторонства? Ну, она могла повышать голос на планерках, конечно, да. Ну, это было часто. Но, что каждое утро приходит планерка, приходишь на работу планерка, задача смены, и на планерках, естественно, там, какие-то ошибки, возможно, или то, что ей там не нравилось, конечно, очень часто повышала голос на планерках. Ну, а в планерке как вас проходит? Кто участвует в планерке? Вас сколько? В планерке проходим где-то без 15, без 28, то есть ночная смена уходит, дневная приходит, даем другую смену, и в это время и происходит планерка. Все время проводились? Все время? Ну, медсестры, анестеристки отдельно, медсестры, палатные санитарки отдельно. Сначала они, потом мы, или наоборот, потому что в палате тот, кто должен находиться, смотреть за пациента. Ну, получается, какие-то поводом для того, что Матвейчук разошел голос, это были три торговочные моменты? Ну, да, конечно. А скажи так, на личности она переходила? Ну, как там не переходить? У нас ведь заведующий, по-моему, может себе такое позволить до сих пор, там, дуй, там, туй, ну, это нормально у Москвы, после ее ухода продолжается. Это наша система. Как сотрудничество, Матвейчук? Ну, с ней молчат, конечно, ничего, никто не будет связываться, никто не хочет ссориться и конфликтовать с ней, никто, конечно же, не будет. Открыто конфликтовать? Никто не будет открыто конфликтовать, кому это нужно. Почему? Ну, если какие-то есть моменты, нужно будет там, отпроситься с работы где-то, ну, всех дети, семьи, что-то нужно, вот, запись к врачу, какие-то непредвиденные обстоятельства, все равно же она непосредственно руководили, от нее это зависит. То есть, следующий, если ты будешь с ней конфликтовать, когда тебе понадобится какая-либо вот такая решение какой-то такой ситуации, то ее просто не будет, тебе не пойдут навстречу. А ты что, что навстречу? Ну, нет, чаще всего нет, у меня была такая ситуация, у меня была свадьба, да, людей по семнадцатики, в девятнадцатом году, я попросила поменять смены, мне отказали, сказали, пойдешь ночную смену, мне в десять утра регистрации, пойдешь, помоешься и пойдешь. Мне пришлось договариваться с сотрудницами, с нашими, и я, чтобы они за меня отработали, я отдавала им наличные деньги, то, что они за меня отработали, вот так. А как это у вас прошло, вы согласовывали с ней, получается? Она сказала, вот, ищи, иди, кто там будет у тебя работать, разбирайся, как хочешь. Она вам вспомнилась, что такое? Нет, у меня просто потом был еще отсуток, ну, нет, конечно. Ну, нет, конечно. Вступок стыковых тоже и не было, да? Конечно. Скажите, можете сказать обстановку в коллективе в 2021 году? Обстановка у нас, как всегда, рабочая. Работа тяжелая, это реанимационное отделение, пациенты тяжелые, там всегда обстановка напряженная достаточно. То есть это, ну, такая, это предполагает специфика работы. Ну, то есть и нужна ответственность, большая внимательность и, соответственно, такая, понимаете, такая обстановка, когда люди находятся в предмертном состоянии. Естественно, что и обстановка такая же рабочая, обычно очень напряженная. А именно климат в коллективе? Климат в коллективе у нас там разделение все время было, анестезисты, медсестеры, анестезисты и палатных санитарками, там вечно какие-то недомолвки, недовольства одними и другими. Ну, такая установка. Между собой? Да, между собой девочки тоже живут. А какие-то недовольства, посредственно руководителям тебе что-то подсказывали? Непосредственно перед теми событиями в сентябре я вышла когда из больничного. Девочки, я вышла пить чай, сестринскую, и были такие разговоры о том, что Ольга Владимировна никак не идет на уступки тем или иным людям. И что, ну, такое положение тяжелое, ковид, повалиют сотрудники, пациентов очень много, соответственно, но хотелось бы каких-то послаблений в графике, хотя бы чтобы шли на уступки, ну, в плане детей там с садика забрать и привезти, с кем-то оставить. Ну, Айжан была инициатором того, чтобы написать жалобу в трудовом институте по поводу того, что он никак не может разобраться с графиком мужа, что не с кем оставлять детей. И я слышала эти разговоры, сестринская, она разговаривала с медсестрыми анестезистками об этом. А что за проблемы были с графиками? Вам известно? Да, были графики сутки. Перед таком графике Айжан, получается, не совпадали смены с мужем. И ребенка пятилетнего было не с кем оставлять. И она говорит, что Ольга Владимировна предложила ей оставлять в своем кабинете ребенка, ну, ночью. У Ольги Владимировны есть свой кабинет в отделении. Вот она предлагала, чтобы садию оставили там, ну, ночью, чтобы ребенок там ночевал. На что Айжан говорит, что Радик был категорически не согласен, чтобы ребенка ночевать в отделение. Поэтому вот с этого начался конфликт. Поэтому Айжан, видимо, не видела другого выхода, кроме как написать жалобу. Она пыталась, собственно, как-то встречу к ней в жизни решить вопрос с графиками? С вопрос с графиками? Я вышла с больничного, получается, вот в сентябре как раз, где-то это была середина сентября. Я вышла с больничного, встретила во второй палате, заполняла журнал, подошла Айжан в слезах. Она ходила, разговаривала с сотрудниками, ну, с палатными, чтобы заменили ее, чтобы отстроиться под график мужа. Переделать смены в графике. Чтобы переделать смены так, чтобы Ольга Владимировна не меняла график, просто поменяться, и для этого не нужно было бы переделывать его, и вносить какие-то изменения. Сотрудники были согласны, палатно, но Ольга Владимировна все равно ей почему-то отказала, ничем это не мотивируя. И вот Айжан плакала, говорила, что ей не с кем оставлять дочку, и Радик против того, чтобы она ее брала с собой на работу. И вообще Радик не разговаривает с ней уже пару недель, потому что такая ситуация напряженная, и за работу у нее в семье дома тоже сложилась. Она плакала и говорила, ну, что мне теперь делать? Говорит, Ольга Владимировна вообще не соглашается никак. Я говорю, ну, там, я посоветовала ей написать просто заявление и уйти, раз не получается совмещать работу с воспитанием ребенка. Скажите, а почему вы как-то именно так делали на послуг на ней график? Это в целом ситуации? Ну, потому что график постоянно меняется. В связи с тем, что у всех дети и работа у нас непрекращающаяся такая, и график постоянно меняется. То есть, ну, видимо, в связи с тем, чтобы очередной раз его не менять. Ну, получается, он меняется, но отношения Айрана она не хотела поменять. Почему так? Ну, у них там, видимо, какие-то свои были взаимоотношения, что она не хотела. Ну, нет, я никогда не была свидетелем их каких-то личных неприятных разговоров или ссор. Я, ну, лично этого не видела. Чтобы они прям конфликтовали при мне, такого не было. Или спорили при мне, я тоже этого не видела. Какое-то особое отношение у мазовичу, что там это было? Не сказать, она никому не относилась, не относится с теплотой, не относилась в коллективе с теплотой какой-то. Поэтому совсем было требовательно. Ну, с теплотой нет, возможно, лишний негатив или требовательность у кого-нибудь на крае жан было? Замечено как-то с вами, со стороны отличаются? Я бы не сказала так, нет, нет. Никак не выделяла? Ну, я бы не сказала, что она ее выделяла среди всех. Ну, ясно. А по поводу жалобы, что вам известно? Ну, вот я слышала разговоры, честно сказать, я сама в них не участвовала. Но девочки говорили и в присутствии Айжан, и без Айжан тоже говорили. Все стороны селедки, они обсуждали это бурно. Говорили о том, что они уже пытались несколько лет назад писать эту жалобу, но ее спустили обратно. Все получили, грубо говоря, по шапке просто и остались ровно сидеть на своих местах. Что ничего это не изменило все равно, несмотря на то, что они уже ее писали. Подержали? Подержал коллектив? Да, изначально поддержали. Не все, но значительная часть состава анестезистов при мне. Они говорили, да, мы тебя поддержим, давай. Если ты этим займешься, то мы не против. Айжан, она такая была очень ответственная, умная. Она была такая, соображала каких-то тонкостей рабочих. Мы очень часто обращались к ней по поводу того, чтобы она помогла посчитать опускные, чтобы как-то правильно насчитали, неправильно, чтобы... Ну, вот такие моменты. Айжан была очень умной женщиной, образованной, и мы очень часто обращались к ней по этому поводу. Она никогда нам не отказывала. Поэтому как-то они возложили на нее ответственность в такой коллектив, раз она такая деятельная женщина, поэтому ей, видимо, доверили нести это. А почему вы думаете, что на нее возложили? Если это была не юнца, если ее попросили? Ну, все ведь были недовольны. Она просто предложила, и все как-то, ну, вот сошлись к тому, что она будет этим заниматься. Она будет писать. А вы знаете, в связи с Жаней же, например, помимо графика, что-то еще будет? Не знаю, потому что я ушла на больничный. Маленький ребенок был, я не выкладывала в неймонии, и я вернулась, получается, на 4 дня и снова ушла на больничный. В тот момент, и, да, случилось несчастье. Ну, а, естественно, было графиком? Да, она плакала, говорила лично мне, Айжан, лично мне, чтобы не были какие-то слухи, а лично мне она говорила, что вот из-за графика, что не могу договориться. А вам известно, написали Айжану? Я не могу сказать, что я видела эту жалобу, или я ее подписывала, или видела, как другие подписывали, ну, значит, нет. Я содержание жалобы не видела, получается, да. Значит, не знаю, раз не видел. Скажите, а помимо жалобы, как-то пытались сотрудники обратиться в руководство больницы, может, к... Ну, ходили до этого несколько человек, подходили к заведующему Крудакову нашему. Ну, он сказал... А вы здесь на кто? Что? Кто именно? Они вам известны? Кто? Я знаю, что Айжан была, Ираида Петрова, Диана Сагадеева, Виктория Тарасова. Они ходили все вместе туда, насколько я знаю, что они подходили к нашему заведующему и пытались решить вопрос. Ну, в связи с тем, что не... Ну, с графиками такая ситуация, что надо кого-то набирать, какие-то дополнительные сотрудники, надо как-то решать эту проблему, с других отделений невозможно привлекать. Ну, потому что в таком темпе работать, ну, очень тяжело, практически невозможно. То есть, они приходили домой поспать и снова приходили на работу. Поэтому в таком состоянии, конечно, работать очень тяжело. Учитывая, что если есть маленькие дети, то это невозможно. Как-то из нее какие-то последовали после того, как они следили? О, ну, нет, конечно. Он сказал, что не будет прыгать выше Ольги Владимировны, и не обязательно, что они разберутся на уровне отделения. Абсутствие может руководителя? Ну, да. Почему так, что выше Ольги Владимировны? Ну, видимо, потому что Ольга Владимировна очень давно занимала эту должность. И у нее какие-то, может быть, друзья в руководстве там. Это сейчас ваше предположение или это вы слышали о кого-то? Ну, я знаю, что у нас, что Ольга Владимировна дружит с Семенковой нашим ночмедом, и поэтому, возможно, заведующий не хотел бы портить отношения с ночмедом и с Ольгой Владимировной. Да, я думаю, что он просто не хотел не раздувать конфликт. Ясно. А потом последовала жалоба. А после написания жалобы Ольга Владимировна, ты жал коллектив? После написания жалобы я видела, получается, только один рабочий день провела Сейжан. И тогда только началось то, что уже поступила информация о том, что жалоба была написана, и, видимо, поступило руководству какой-то, какой-то сигнал о том, что она есть. И начались разговоры, кто, 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 кто это писал, кто, почему и зачем. Ну, рабочий день прошел, и в следующий день я уже не вышла. Я уже узнала о том, что есть жалоба, будучи на больничном. Больше на работу не выходили? Нет, больше я не выходила на работу. Скажите, в том числе, когда вы были на работе, когда вы уже нашли разговоры, потому что жалоба поступила, то есть не вот ничего, как изменилось? Я с ней лично не разговаривала в этот день, потому что у меня я в палатке на работу, находится в палате на рабочее место, и я ее в этот день не видела. Ольга Владимировна, сон. Вам известно, что было, ну, что было притоком жалобы, какое-то действие произвела она? Я же не была там уже, могу быть только с того, что знаю по разговорам в коллективе. Ну, это связано с тем, как рассказывала, и все. Ну, да, я, конечно же, я общаюсь, дружу с девочками в коллективе. Они говорили, что начали искать виноватого, ну, не виноватого, а зачинщика, так скажем, и того, кто подал эту жалобу. Кто начал искать? Ольга Владимировна выясняла, кто написал жалобу. Выяснила? Ну, я так понимаю, что Айжан, наверное, не выдержала, скорее всего, этого всего. Она очень такая ответственная. И раз началось давление на коллектив, она сама призналась в том, что это она написала. А было давление на коллектив? Ну, естественно, конечно. Как выражалось? Ну, психологическое давление моральное такое очень нагнетающее, тяжело. Я там, что она все равно выяснит, кто это сделал, без разницы, что лучше бы, там, сказали сами. Что все равно... И ночью будет плохо. Вам известно, когда Таша Гаверева сознала, что она написала данную жалобу, что было дальше? Я знаю, что он уже потом, только после смерти, все, больше я ничего не знаю. Я не знаю, что было, когда она, именно, узнали, что она, когда она уже призналась, что это, она написала жалобу. Она, насколько я знаю, что она просто потом собралась увольняться. Я уже когда спрашивала у девочек, с кем общаюсь из отделения, потому что там с Ежаном, они говорили, что она собирается увольняться. Почему? Ну, потому что работать больше ей там будет невозможно. Почему? Ну, даже с этим же графиком, ну, кто будет ей на уступки после жалоб? Вот жаловаться нельзя. Я сама связывалась с Анастасом? Нет, сама не связывалась. Не связывалась. А может ее характеризовать? Ну, я что, она такая спокойная, никогда не повышала голос ни с кем, ни конфликтная, никогда ни с кем не конфликтовала. Очень отзывчивая она была, добрая, мы там обращались к ней какие-то моменты свои за помощью. Никогда не отказывал. Иногда в свое время даже где-то была исполняющая пятнасть Ольги Владимировны, оставалась за нее на время отпуска. То есть она была, женщина угодная, к ней можно было обратиться с какими-то либо вопросами по плане работы. Какие-то личные черты, характеры можете описать ее? Ну, она достаточно такая скрытная и замкнутая. У нее очень общительная такая, чтобы душа коллектива, чтобы у нее не закрывается рот, как у меня, допустим. Ну, так она вот такая, достаточно спокойная. А вам здесь отношения ее с супругом, какие-то осведения, проблемы у нее были? Ну, вот мы последний раз на второй палате разговаривали, когда у нее уже у Димы этот был порыв, и нужно было высказаться. Она плакала о том, что вот говорила, и говорила о том, что с мужем конфликты из-за того, что у нее она не может поменять график, подстроить для того, чтобы с садей не была одна. А помимо данного конфликта, какие-то у вас здесь конфликты должны быть? Нет, насколько я знаю, что она всегда рассказывала, что они путешествовали много, с семьей любили путешествовать, что у них там с мужем были планы, они там обделывали машину для долгих путешествий, они знают, что они там в Китае собирались своим ходом, но они мечтали очень, они очень много времени проводили на природе вместе с мужем, с дочкой, долгожданный ребенок у них. Нет, вообще нет, да, вопрос был в том, что не с кем устали от ребенка, и потом были конфликты. Вам известно, из-за того, что поступали от кого-то угрозы, потому что она написала жалобы? Об угрозах нет, не знаю. Не знаю? Нет, не знаю. Кому-то из корректики поступали, а жалобы, кто ходил к Допову, еще что-то, когда выяснялось? Да, я знаю, я дружу с Дианой Сагадеевой, ей угрожала доктор наша, Надежда Валерьевна, она уже не работает. Она говорила, что всех уволят, что все, кто ходили к заведующему в этот день, всех, кто заходил в кабинет и жаловался на Ольгу Владимировну, она говорила, она кричала и говорила, даже не думала, Диана звонила мне и платила, говорила, что Надежда Валерьевна кричала, сказала, что она больше там работать не будет, что это решено, что вопрос двух недель, и что их там не будет больше никого. И что они в Сургуте, она работала больше, нигде не устроится. Как вы имеете в виду врача? Ой, подождите, сейчас уже не вспомнил. Не помните. Не помню. Не помню. Не помню. По имя отчества принято обращаться к этому поведению. А в отличие у кого-то, какие-то вопросы коллектива или шпагометра по данному факту? Я не слышала. Я не слышала и не видела. И моя подруга, Диана Сагадев, по этому поводу тоже ничего не говорила. Она говорила, что ей угрожали в палате доктор. На этом приеме здесь. Я сама пока нет вопросов. Хорошо. А теперь, пожалуйста, вопросы. Простите. Да, имеется. Скажите, пожалуйста, после произошедшего, точнее, после того, как жалоба поступила, анкетирование было у вас какое-то? Анкетирование было. У меня не было уже на рабочем месте. Я была на больничном. Вы уже не проходили? В то время анкетирование не проходили. Вот про поведение Матвичук, Ольга Владимировна, вы сказали. А поведение Айшаны изменилось в тот день, когда вы в последний раз встречались? Ну, она уже, она уже, и до этой жалобы была в очень подавленном состоянии. Она в таком состоянии находилась уже в период времени подавленном или расстроенном. Ну, я думаю, что, скорее всего, тем, что, когда она призналась в том, что это она написала жалобу, коллектив в виде других сестер-анестезистов не поддержал ее, когда там было до времени. А до этого поддерживали? А до этого поддерживали, пока не искалютость, и пока Эйжана не призналась. А вам неизвестно что-то про руководство привлечения к уголовной ответственности? Только слухов из отделения. То есть, сама я этого не слышала, но девочки в отделении говорили, что ей угрожают уголовной ответственностью, если она будет продолжать уже в высшестоящей инстанции. Вернемся. Тогда, скажем, линейка у вас начиналась с 47-45. Да. А официально рабочий день на сколько начинался? Ну, вообще, по факту оплата с 8 утра, естественно. Вот эти вот минуты там. Ну, с этим спорить вообще и бесполезно. Это уже много лет происходит. Сейчас, насколько я знаю, без десяти, без пяти планерку. Сейчас так буду делать. Снова старшим инстанциям. То есть, планерка чуть раньше, да, происходит? Теперь чуть позже. А было так. В любом случае, мы уже в половину восьмого были на работе, потому что там уже нужно было переодеться в раздевалке, надеть форму, подняться в отделение, переодеть форму отделения. Это все тоже нужно время. То есть, на планерке мы уже должны быть в два раза переодеты, получается. То есть, на полчаса, да? Ну, да, получается, но полчаса раньше, конечно. Это было каким-то раздражающим коллективом фактором? Да, многие, и даже анестезистки, сестры, которые не поддерживали ажан в ее начинаниях, и были против того, что писать какую-то жалобу на Ольгу Владимировну. Они были максимально все недовольны тем, что нужно приезжать рано с работы, тем более не все живут прямо в городе, у нас дач много, да, там приезжают из-за города на работу. Конечно, никому это не нравилось. Ребенка в сад в семь утра я сама лично отвозила на Островского, а потом ехала на работу в пробках. И даже с Островского за полчаса не могла доехать. Семь утра у одной улицы не успевала на работу. На плане, в смысле, опоздала. А такое понятие, вештушка, оно вам знакомо? Да, конечно, да. Когда медсестры-анестезистки и палатные медсестры меняются, то есть, ну, работают. Не только, допустим, медсестры-анестезистки, которые, так скажем, давно уже работают, большинство из них, это уже опытные медсестры, они входят в операционную работать. А девочки, которые помоложе, и мальчики, они в палате работают. Хотя, ну, образование одинаковое, по факту. Сложнее для работы? На палате, естественно, тяжелее работать, чем в операционной. Были не согласны сотрудники? Конечно, были не согласны. Естественно, большинство уже какие-то, большинство анестезистов, которые работают в операционной, они не хотят работать в палате, потому что, ну, тяжелые пациенты, там, мужчины, там, по 150 килограмм, нужно постоянно поворачивать, мыть за ними, убирать, там, и все. Соответственно, работают физически очень тяжелые. Большинство уже в возрасте, у них очень много хронических заболеваний, здесь тяжелыми условиями, вредными труда, поэтому они не хотели, естественно, идти в палату, потому что в палате в основном молодежь работала. Это как-то обсуждалось в кулуарах, так сказать? Ну, конечно, все с Трицкой, все, вы за чаем были очень недовольны, но, естественно, вам не то этого Ольге Владимировне в глаза не говорили. Высказывали ли вот эти медсестры, которым в том числе не нравилось, и Жан, ну, просьбу как-то решить этот вопрос? Ну, не знаю, но вряд ли, что бы я там попросил. То есть не устраивало, но молчали, ну, проговаривали? Ну, все были чем-то недовольны, все были чем-то недовольны, просто никто не говорил об этом вот еще. Ну, кто-то ведь поддержал, поддержали, а потом отказались. Да, конечно, поддержали. Особенно те, кто не хотели на вертушку. Но ведь это тоже связано с графиком. То есть тебя вставят в график анастезисток, либо график в связи с графиком. Это все равно проблемы с графиком. Несмотря на то, что там смены, это все равно проблемы с графиком. Скажите, а вот в тот год, в 2021, нагрузка на медсестер, либо на санитарок, она больше была? Ну, у всех, конечно, была же пандемия. Конечно, было очень тяжело. Болели сами, болели дети. А вот по часам больше вы вырабатывали? Конечно, конечно, намного больше. А сколько примерно? Ну, вот относительно остатки. Ну, почти две всегда было. Практически две. Вы получали, наверное, гораздо больше. Ну, это там уже система оплаты, это уже совсем другая история. Вы получали-то достойную оплату? Ну, нет, конечно. Там же считают, как доп. часы, а не совместительство. Поэтому получается, соответственно, что проработала за двоих, получила на 10 тысяч больше. Вот и все. У меня нет вопросов больше. Пожалуйста, подсоединяем вопросы. Нет. Извини. Здесь, по-моему, все равно-то. Алина Александровна, скажи, пожалуйста, когда конкретно будет лично узнание о случившемся, а именно о том, что в Ташмагогене не совершило? Написал в день ее смерти. Нам написали в группе. Написала кто-то. Написали кто-то из санитарчиков. У нас есть отдельная своя группа в Файбере. И там написали об этом. Сразу собрались, поехали к Радику, естественно. Дату помните? Дату сейчас не смогу уже назвать. Относительно увольнения. Вы сказали, что Ташмагомбет вы выражали увольнение. Откуда вам это известно? И кто конкретно ей выражал увольнение? Мне об этом сказала Сагадеева Диана Дамировна. Она в то время была на работе. Я была на больничном. Мы общаемся, дружим. Она мне об этом сообщила. Сказала, что... Я говорю, что там, как, айжа? Она говорит, ну... Она сказала, что, скорее всего, ей придется написать заявление. Да. А кто конкретно? Она говорила, ей угрожало увольнение? Нет. После случившегося имели ли вы общение с мужем Ташмагомбет? Мы в этот же день, когда вот это сообщили все в группе, когда уже айжан не стало, мы собрались и поехали к Радику домой. От него вы не познавали какую-то информацию? В тот... А события предшествующие? В тот день нет. В тот день мы ничего, естественно, от него не узнали. После этого мы общались. Конечно, он говорил, что ей угрожали уголовной ответственностью по поводу того, что если она будет продолжать жаловаться. Кто угрожал? Сказал, говорил, что руководство. Это обобщено. Я не знаю, кто именно. Это Ольга Владимировна или... Конкретно? ...выше стоящая? Нет. Скажите, пожалуйста, вы являлись ли очевидцем того, чтобы в период с 14 по 21 октября, 21 год, лично Матвейчук выявляла у кого-то, либо конкретно у вас автора анонимных жалований? Нет, у меня не выявляла лично у меня. И я не была свидетелем того, что она кого-то допрашила, так скажем. Оказывал ли Матвейчук психологическое воздействие конкретно на вас, либо кого-то из сестренского персонала с целью выявления автора жалобы? На меня нет. На кого-то из сестренского персонала и сестренского? Меня уже не было тогда, когда выясняли ситуацию. Я была на больничном. Конкретно Ташмагам... Угу. Хорошо. Унижал ли Матвейчук человеческое достоинство Ташмагам для этого? Я еще раз повторюсь, я уже отвечала на вопрос. Я не была личным свидетелем их конфликта когда-либо. Нет, конкретно не я не про конфликты, а вообще, чтобы Матвейчук... А чтобы она ее унижала. Конкретно? Конкретно нет. Нет, нет, я не про конфликты. И не слышала. И скажите еще, пожалуйста, что могло подтолкнуть Ташмагам-бетву на совершение суицидов? Ну, наверное, накопленная усталость и подавленное состояние в связи с последними событиями. А вот конкретно отношение Матвейчук к Ташмагам-бетву могли толкнуть ее на совершение суицидов? Ну, может быть, и мне сунить. По-разному уже люди реагируют на то или иное общение с руководством или вообще с людьми? На вопрос сейчас представитель ПТП, что вы много рассудовали и поясняли в суду относительно условий работы. Скажите, пожалуйста, Матвейчук каким-либо образом влияло на условия работы медицинских сестер, анестезиологов? Вот то, что там по 150 килограмм мужчин, их надо переворачивать. Это от Матвейчук зависит от условий работы и графика. Ну, естественно, как задавал вопрос адвокат, вертушка. То есть анестезистки, которые работают в операционной, они в возрасте, они не ходят работать в палату. Только если не хватает катастрофических персонала для работы в палате. Только тогда. В связи с этим вопросом, а известно ли вам о существовании приказа 909 Миндера в Российской Федерации об указании анестезиологической помощи правскому населению? Нет, не знаю. Известно ли вам, что согласно данного приказа, вот так называемая вертушка... Вопрос, да, сообщите, пожалуйста. Если вот относительно вертушки, что палатные медсестры работали в анестезиологии, наоборот, то, что анестезистки работали в местопалатных медсестры. То есть вы подводите к знанию, другу не знанию данного приказа, о котором газовый человек. Большой медперсонал, если не газовый... Да, данный факт был предусмотрен этим приказом. То есть никак не Матвейчук. Нет, данный вопрос снимается, поскольку фактические отношения не произошли. Хорошо. У вас есть вопрос? Нет. Если допрос свидетель законен, то он будет. Пожалуйста, еще вопрос будет? Пожалуйста, еще вопрос. Скажите, а вам интересно о фактах того, что Матвейчук как будто закричал, а после доступа не жалоба закричал общаться с нашим коллективом? Либо каким-то образом коллектив наставил бы против комитета? Да, я думаю, что коллектив, скорее всего, боялся просто... Ольгу Владимировну, поэтому перестал общаться с Эйджан. И, скорее всего, они струсили после того, как это все, так скажем, после того, как Эйджан призналась. Они просто струсили и побоялись прямого коллектива с Ольгой Владимировной. И все. Поэтому они перестали с ней общаться. А, честно, вы именно о фактах, что Матвейчук кому-то говорила не общаться? Нет, конечно, я не была этим свидетелем. Нет, я не видела, я не слышала. Вопросы есть? Представитель? Да, имеется вопрос. Скажите, известно вам, Эйджан исполняла обязанности старше министра? Да. Работала, замызвичала напрямую. Справлялась? Да, вполне себе справлялась, конечно. Что-то было хорошо. Коллективу нравилось, как Эйджан руководит им? Да, конечно, всех все устраивало. Спокойнее была обстановка? Ну, естественно, да, конечно. Эйджан привалялся на это. Естественно, все было спокойно. Нет вопросов больше. Нет вопросов. Извините? Вопросы на это? Мы говорим, пожалуйста. Вопросы больше в этом не имеется? Нет, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Ваш лист визит существенная, станет чем существенным, как в речи в допросе показаний к свидетелю. Прошу огласить показания свидетелей, свидетеля Птицына и Елены Александровны, которые вы давали на стадии договорительного следствия, в части, содержащиеся на томе втором на листах дела 84-89, а именно в части показаний, содержащихся на странице на листе дела 88 данного тома. Существенным противоречием заключается в том, что на вопрос защиты о том, какая информация была доведена мужа, погибшей после случившегося, свидетелю Птицыной. Она сказала, что угрожали увольнению уголовной ответственности. На вопрос, кто конкретно, при доброчной стадии договорительного следствия, свидетель называл фамилию конкретно, и что послужило причиной, по ее мнению, для совершения суицеры, потому что, как это и в настоящем судебном свидании, свидетель сказал, что нет, потому что Гамятов не пояснял об этом, какие конкретно фамилии меня называл. Вот данные существенные, да, на противоречие полагают существенные, в связи с чем прошу огласить в части в этой, со слов уже 21 октября 2021 года до слов этим уже занимают, юрист этим уже занимают. Пожалуйста, послеваю ваше мнение. Поддерживаю. Поддерживаю ходатайства государственного любителя. Поддерживаю ходатайства государственного любителя. Благодарю. Благодарю. Поддерживаю ходатайства государственного любителя. Благодарю. Благодарю. Поддерживаю ходатайства государственного любителя. Поддерживаю ходатайства государственного любителя. Сотрудница общаться с нашими компетами, допустим, запрещала подменять ее в дальней операции, которая может длиться до 10 часов. И следить все. Существует практика подмест, поскольку у тебя тяжело стоять 10 часов подряд. Со слов загадива, я знаю, что Матвичок высказывалось так, кто будет с ней общаться или помогать, можете следовательно писать заявление об увольнении. С учетом того, что все отделения не так валятся внутричок, то никто под страхом поведения не стал это развиваться. Дальше. 21 октября 2021 года в группе Viber, созданной в санитарском отделении, я узнала, что Ташмагапетова совершила с улицы и повесила в своей квартире. В том, что Ташмагапетова вызывали еще к главному врачу полиции, где тот угрожал ей вольнию по отрицательным мотивам для привлечения к уголовной ответственности, я узнала со слов супруга Ташмагапетовой. Как он рассказал об этом, ему сказала сама Ташмагапетова, которая извинялась перед ним, говорила, что как мы будем жить, переживала, что ее посадят в тюрьму. С учетом специфики работы в нашем отделении, у тех сотрудников, работающих, у которых не один год уже выработал все иммунитет в странском отношении Матвичук, интенсивную графику работы Ташмагапетова, в том числе была морально устойчивым человеком, не думаю, что эти причины и жалобы в целом могли потолкнуть Ташмагапетову к совершению с улицы, и она написала заявление на увольнение и отрабатывала две недели, из которых неделя уже прошла. Я предполагаю, что Ташмагапетова все отсюда потолкнули в грозы Гарайса в заключении уголовной ответственности. Слов мужа Ташмагапетова, я знаю, что Гарайс угрожала в заключении уголовной ответственности и что юристы этим уже занимаются. Еще? Дальше? Нет, все. Пожалуйста. Позвольте вопросы. Позвольте. Позвольте. Сошли давали или такие указания? Да, конечно, давали. Просто время уже пошло. Может, кто-то из памяти уже постерилась. Тогда еще было свежего в 21-м году. Угу. Соответствует действительности? Да, конечно. Конечно. Обязательно. Когда мы разговаривали, значит, так оно и есть. Я вам подтверждаю. По поводу вопроса ученика уголовной ответственности. Это вам стало известно от супруга? Мы приезжали к Радику и записывали обращение к Наталье Владимировне Комаровой. У нас было там очень много человек от нашего коллектива. И мы были у Радика дома и записывали. И тогда мы беседовали по тому поводу и из этой беседы эту информацию. Угу. Ну, в целом вопросов нет, в вашей части. Презапрошу. Вопросы у меня есть. Представители? Нет вопросов. По судимой? Нет вопросов. Есть один вопрос. Алина Александровна, все ваши показания строятся с того, что вы от кого-то что-то узнавали. Ну да, потому что я не была конкретным участником. Уточнить еще раз вопрос. Да, конечно. Конкретно вы являлись ли когда-то свидетелем конфликта с Владимиром Ташмагамбетовой, угроз со стороны Гарайса Ташмагамбетовой и так далее и тому подобное. Конкретно вы сами лично являлись очевидцами? Конкретно я свидетелем того, что ей кто-то угрожал при мне. Нет. 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 Вопросов нет. Вопросов нет. Скажите, у вас с режимами ситуации не совпадали? Нет, не все. Да, конечно. То есть могло происходить что-то, чего вы не знаете, потому что просто не рад? Да, конечно. Учитывая, что ребенок постоянно болеет, что часто отсутствует. Нет вопросов. Ну еще раз все-таки уточню, пожалуйста, еще у вас с вами будут вопросы? Не имеется вопросов. Нет. Нет. Так, вопросов не поступило. Спасибо, что ее видите. Ваш вопросов. Что можете присесть? Какие назвали? Что вы выбираете? Я покину, у меня ребенок годового доля. И так, пожалуйста, с учетом у меня нет. Не угрожаю. Не угрожаю. Нет возражения. Спасибо. Нет возражения. Спасибо за всему. Что-то меня не осталось. Спасибо. Спасибо. И так же. Спасибо. Достаточно нагреть, хорошо? Я не учусь, потому что у нас в дедуно стои не переношу, предлагаю начать предъедуное состояние и привести вам назад. Благодарю. Пожалуйста, потерпевшим. Также не возражает. Спасибо. Поддержу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...